Я сделал самое лучшее, что мог Смотрит, оценит еще больше. Победить негатив внутри себя, негативное отношение ко всему, негативное отношение к людям. Я умоляю вас, люди, чтобы вы остались эффективными, деятельными в познании, как много благости дал вам Господь. Вы знаете, давайте откроем Библию. Книга Филимона, послание к Филимону вернее. Если вы сможете найти. Там всего лишь одна глава, 25 стихов и короткое послание, наверное, самое короткое послание в Библии. Даже на полную страницу остались свободные места. Кто ищет, можете найти страницу 262 в вашей Библии, прямо перед посланием к евреям. Итак, одно короткое послание. Вы знаете, когда апостол Павел писал длинные послания, он в них говорил о многом. Ну вот некто Филимон, он из Колосса, по-моему, был. Историки думают, что он из Колосса был. Некто Филимон, к которому обращается апостол Павел. И говорит замечательные слова. Он приветствует его самыми лучшими приветствиями. Он говорит ему благословение. Он говорит, благодать и мир вам от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих. Я слышу о твоей любви. Отслышу о твоей любви. Я слышу о твоей любви. Я хочу, чтобы вы подчеркнули, вот как он обращается к нему. Я слышу о твоей любви, Филимон мой дорогой Филя, которую ты имеешь верой, которую ты имеешь Господу Иисусу и ко всем святым. И чтобы общение твоей веры оказалось деятельным, эффективным в познании любого у вас добра во Христе Иисусе. Я хочу, чтобы вы подчеркнули в познании добра. Вы знаете, мы часто, вот знаете, русский наш характер или советский характер, мы всегда замечаем плохое. А доброе мы замечаем, но быстро забываем. Почему так происходит, я не знаю. Кому не прихожу, дом показывают, квартиру показывают. Только это когда продают, показывают только лучшие части. Но человек старался, дом построил. И я говорю, какой классный дом. А он говорит, да ничего. Я говорю, в смысле ничего. Ну ничего, я лучше могу. Я говорю, ну ты же старался, ты же строил дом. В смысле ничего. Да ничего. Да кто дом стоит, в смысле ничего. Да пойдет. Куда пойдет, пусть стоит. Вы знаете, вот у нас, у нас какая-то вот это, такой сдвиг есть. Американцы понять не могут. Один парень решил жениться, нет, девушка, выйти замуж за американца. И их родители пригласили на обед. И вот родители парня. И пригласили на обед, и все приготовились, пришли. И она пришла. И сидят они, общаются. И тогда говорят, ну что, пойдем кушать. А вот что-то у нас, у советских, такой раз, да нет, спасибо, я сытый. Она была абсолютно голодная, но она сказала, не, не, спасибо, я кушать не буду. Тебе в шоке, в смысле не будешь кушать? Они не знали нашу русскую традицию, что нас нужно три раза просить и зазывать. Ну пойдем, пойдем. Да не, не, я вот так сытый. Да пойдем, пойдем. Знаешь, как ребенок, который смотрел на дядю, который говорит, я вот такой сытый. Потом приходит, говорит, мама говорит, у него отсюда, досюда поместилось 38 пельменей. Нас они, иностранцы, нас не понимают. Когда мы говорим, да нет, спасибо, они говорят, нет, окей, сиди здесь. Они пошли кушать. И второй раз они позвали. У нас-то мы же знаем, что нужно второй раз, третий раз скатерть, самобранку расстелить, под руки взять, ударить по затылку, за ногу тянуть. А он будет убираться, говорит, нет, нет, нет. Ну а если сядет, там уже тормоза спускаются. Вот непонятно почему. Один, когда приехал один иностранец и здесь начал жить, он мне говорит, объясни, говорит, мы приглашаем людей к нам в гости. А они, говорит, не едят с нами. Я говорю, в смысле? Это Марк Петерсон был. Он говорит, я приглашу, а они отказываются кушать. И мы сами идем кушаем, а они в другой комнате сидят. Говорит, почему, говорит, русские такие? Я говорю, чудо-то перья, халлилуйя. Они голодные, как собаки. Эта культура у нас больная такая. Мы пришли на ужин, а кушать отказываемся. Но когда мы отказываемся, значит, мы соглашаемся. И чем больше отказывается, тем голоднее человек. Ну, узнаете себя? У них по-другому, если тебя на ужин пригласили, я говорю, пойдем кушать, ты сидишь и говоришь, ну вот, наконец, халлилуйя. А у нас по-другому. Он говорит, объясни, почему вы такие? Я говорю, с 17-го года начинать надо. Он говорит, ну почему? Я говорю, ну понимаешь, война была, голодна. И когда ты приходил в гости, например, в тылу, еды мало, детей много. И тогда, когда у них там всего три картофели на пятерых человек, и тебе говорили, кушать будешь? Ты должен был врать. Ты должен был, ой, не-не, вы что? Я уже поел. Все, я поел. Да вы что? Да посмотрите. Я говорю, ой, кушать? Нет, нет, нет. И с тех пор вот это вранье, как бы неправда, она вошла, потому что мы защищали тех, вошла в наш стиль жизни. И мы такие стали. Живот вот такой, голодный, как собака, хочешь кушать и будешь врать. Говорит, я сытый. Почему? Почему, когда человек что-то сделал, он говорит, да, это ерунда, я лучше могу. Почему мы не скажем, да я сделал самое лучшее, что мог. Да я старался, я душу свою выложил. И тогда человек, который смотрит, оценит еще больше. Почему некоторым пасторам, не мне, сразу предупреждаю, после проповеди они спускаются, к ним нужно, чтобы 100 человек подошло и сказали, классная была проповедь, молодец. Он, да я не знаю. У нас один пастор приехал, не буду говорить, кто, не из наших. И он проповедовал, и я говорю, о, молодец. Он говорит, да нет, что-то не пошло, что-то не так, что-то не так. И потом второй подошел, говорит, нормально, да нет, не пошло. И вот он сидел, и, наверное, человек 20 подошло, сказали, о, спасибо. И через 20 человек он почувствовал, ну да, вообще-то было неплохо. И опять, неплохо. Знаете, негатив. Нельзя сказать хорошо. Почему? Ну, неплохо, неплохо. Почему негатив? Нет, это негатив. Нет. Плохо, это тоже негатив. Неплохо. Это, знаешь, по-русски, отлично, шикарно, я хочу такое же. Улавливаете, о чем я говорю? Где-то негатив живет внутри нас, и он продолжает влиять на нас. Негативные отношения. Мы, когда смотрим, первая у нас защитная реакция. Встречаешь человека, первая защитная реакция. Ты смотришь, что ему надо, что хочет. Здравствуйте. А-а-а, Ферюга. Мы с подозрением. Самая подозрительная нация. Когда я спрашиваю у иностранцев, что вы думаете за нас? Что вы думаете за нас? И они говорят, знаешь, вы такие подозрительные. Говорят, у нас, говорит, просто если говорят, верят этому. Вот сказал человек, верят. А вы не... Вам нужно еще три человека, чтобы подтвердили то, что сказал. Я говорю, ну да, такие мы еще и сдаем. Каждый третий сдавал друг друга. Почему такие? Как воспринимают нас? Как мы воспринимаем себя? Почему-то негатив стал стилем, стал убеждением. Так нормально, негатив нормально. Негатив хорошо. Когда мы говорим, как дела, мы отвечаем, ничего, ноль, шиш. Ну, знаете, ничего, шиш, просто шиш. Как дела? Шиш, ноль, ничего. Я когда пытался переводить, я говорю, вот... Ну, когда по-немецки говоришь, как будет по-немецки? Как ты говоришь в немецком? Как ты делаешь? И они обычно отвечают, замечательно, wonderful. Praise God. Знаешь, что русские отвечают, как дела? Ничего. В чему? А потому что мы кушать не хотим. Именно по этой причине. Как можно, когда ты хочешь кушать, ты говоришь, не хочешь, а когда говорят, как дела, говоришь, шиш. Победить негатив внутри себя. Негативное отношение ко всему. Негативное отношение к людям. Вы знаете, когда апостол Павел пишет послание Коринфяна 2, он говорит о страданиях, и он добавляет невозможные слова. Вот к страданиям, какое слово можно добавить? Страданиям. Ну, да какое слово? Ну, нет, опишите страдания. Они какие? Веселые или какие? Тяжкие страдания. Мучительные страдания. Не выноси. Это вот такое отношение. Знаете, что апостол Павел говорит? Кратковременные легкие страдания. Это нелогично. Слово легкое присоединить к страданию. Ну, потому что разум настроен позитивно. Я страдаю. Чего напрягаешься? Первое. Определим время. Кратковременное. Нет. Я из Советского Союза. Легкое. Нет. До глубины. Зачем? Не знаю. Мы здесь родились. Аллилуйя. Он определяет кратковременные легкие страдания. Как это возможно? Ты сразу же страдаешь, страдаешь. Добавляя слово легко, кратковременно. Аллилуйя. Позиция. Позитивный человек, он сразу же ищет выход. А мы ищем глубину, где бы поглубже зарыться и сесть. Я думаю, что Иов был русским. Так он относился к жизни с таким, с позицией, ну не русский, а советский, наш советский гражданин. Так у него до глубины до шеи он мучился, все переживал. Зачем? Зачем нам это? Я не знаю. Меня часто спрашивают, говорят, вот об изнесении. Вы знаете, что будут вознесения, Господь придет за своей церковью. И всегда спрашивают, будет вот это, как это время tribulation по-русски? Скорби. Время скорби. Согласно откровению, будет время скорби, когда дьявол здесь будет колпашить всех подряд. И вопрос задают. Скажите, пожалуйста, пастор, когда будет вознесение? До скорбей? Во время скорбей? Или после скорбей Господь придет за своей церковью? Я говорю, ответ очень легкий. Американцы, они не могут страдать. У них вознесение должно произойти, по их теологии, до скорбей. В шоколаде в люминзине, с гамбургером и вознесение. Аллилуйя. И он еще, кока-колу попьет, все. Европейцы, они немного туда-сюда. То есть скорби начнутся, это вторая школа. Во время скорбей вознесения. Они немножко хотят пострадать, но все, понюхать, но не залезь туда. Ну, а мы, наша любимая проповедь, немногие спасутся. Мы пройдем до конца. Чашу выпьем, вылим на голову, плюнем, кулаком помашем и скажем, ну вот, Господь, остался я один, бери меня домой. Это смешно воспринимается, но где-то это похоже на правду. На правду похожа наша подозрительность, наше негативное отношение, наш негативный взгляд на окружающих людей. Как это изменить? Апостол Павел пишет Филимону письмо. Дальше вы знаете, он его заставляет сделать одно дело. Но начинает он с позитива. Слава Богу за тебя. Классно, умножается. Слушай, давай умножаться в познании всего хорошего. Смотрите, какие слова. Немножко по-русски нескладно сказано. Я помню тебя в молитве. Давайте снова начнем. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая тебе в молитвах моих. Я слышу о твоей любви и вере, которую ты имеешь Господу. И ко всем святым, он подчеркивает, и ко всем людям. Чтобы общение твоей веры оказалось деятельным, эффективным в познании вот всего добра не на небесах, а у вас. Чтобы ты понял, сколько у тебя добра. Я умоляю вас, люди, чтобы вы остались эффективными, деятельными в познании, как много благости дал вам Господь. Как много хороших вещей Бог вам дал. Как много хороших вещей Он вложил в вашу жизнь. Сколько добра Он тебе дал. Посмотрите, да в конце концов, слава Богу. В конце концов, то, что Он мне дал, да я жив, руки и ноги на месте. Да, брата, по 10 пальцев на руках и на ногах 10 штук. Слава Богу. Знаете, в английском языке пальцы рук и пальцы ног два разных слова. А я не знал. И на одном собрании американец говорил и говорит, ну все же знают, сколько пальцев у нас. По-английски пальцы ног это не пальцы рук. И fingers, да, и tools. Там, для них это два разных слова понятия. А я-то не знал. И он говорит, Максим, сколько у людей fingers, ну пальцев? Я говорю, 20 штук. Все замерли. Он говорит, возможно, у русских 20, у нас 10. Я говорю, нет, говорю. А там, знаешь, fingers, вот это, вот это, вот это же на руках. Я говорю, fingers еще на ногах есть. А они, так они же длинные, как они могут быть на ногах? Я попадаю в такие курьезы. Знаешь, учить английский. Мама говорила, учи английский, сынок. Он говорит, они длинные. И как, давай они все ржать? Они представили, что я хожу с пальцами на ногах. И так и решил почесаться, так раз, раз, раз. Буки поковырялся. Как объяснить, что в русском языке нету пальцев в ног и пальцев в рук? Есть пальцы. Ладно. Пройдем дальше. Понимание, сколько добра. Бог дал мне много добра. Бог дал мне благословение. Он дал мне благословение. Оценивать. Ну вот эта ложка дегтя. Она мне всю жизнь. Да хватит ее облизывать, эту ложку дегтя. Что ты ее в нос засунулся? Попытайся отделить, отсепарировать дегтя. Зачем ты его намазываешь на себя? Что ты думаешь, тебя любить больше будут? У нас есть культ блаженных. Знаешь, вот таких. Их любят. Я блаженный. Хватит. Ты не Василий блаженный. Аминь. Ты благословенный Богом. И не нужно с дегцем смешивать свою собственную жизнь. Ну есть дегать. Ну с ним поступают соответственно. Не смешивают с медом. Не портят жизнь. Но вот где-то у нас так. Часто с человеком говоришь, как дела. Во всех странах, как дела, но кончаются. А у нас начинается длинное описание трагедии. Ну ты просто промолчи. Просто улыбнись. Скажи, слава Богу. Дела идут. А почему-то начинается у нас длинное исповедь. Как у священника. Как дела. И ты становишься. Говоришь, ну, наверное, было бы лучше. Хотелось бы, чтобы было лучше. Вы знаете. Дальше апостол Павел продолжает. Говорит, познай. Я хочу, чтобы вы подчеркнули. В познании всякого добра у вас. Подчеркните в вашей Библии. Изучай те добрые вещи, что Господь делает для вас во Христе Иисусе. Он говорит, мы имеем великую радость и утешение в любви твоей. Потому что с тобой, брат, успокоены сердца святых. И вот здесь начинается серьезное послание. Поэтому, имея великое во Христе дерзновение, смелость, ну, так, наглость, приказать тебе. Он так начал, мягко-мягко-мягко стелил. А потом говорит, я имею дерзновение приказывать тебе, что должно. Ты решил, по любви лучше попрошу. Посмотрите на меня. Он говорит, я спокойно могу тебе приказать, и ты должен выполнить. Но я люблю тебя. И поэтому попрошу об одном деле. Попрошу не иной, как я, Павел, старец, а теперь и зэк, узник у Иисуса Христа. Сижу в тюряге. Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого я родил, будучи в заключении. Он был никогда не годен для тебя. А теперь годен и тебе, и мне. Остановимся. Знаете, когда я прочитал вот это послание, я решил залезть в греческие источники и порыться со словами. Апостол Павел дальше пишет целое послание про Анисима. Он говорит, что был некто Анисим, духовный мой сын, которого я родил, то есть родил духовно, он получил спасение, будучи, когда я находился в заключении. И этот Анисим был бесполезен для тебя. Он был негоден. Знаете, слово Анисим как переводится? Годный, пригодный. И здесь апостол Павел играет словами. Он был негодным для тебя, бесполезным. Я посмотрел слово негодный, это значит бесполезный, ненужный, неисправимый. Он был неисправимым для тебя, он был бесполезным. Он был не нужен тебе. И дальше он говорит, а теперь он годен, полезный, пригодный, благоприятный и тебе, и мне. Я возвращаю. И дальше апостол говорит, прими его, пожалуйста. Сразу же скажу, Анисим был рабом. Некоторые думают, что он был хулиганом с задирой, противной бякой. И он был у Филимона, и он создавал ему много проблем, что когда тот сбежал, Филимон сказал, да пошел ты. И все. Но он встретился с апостолом Павлом. Зачем он встретился? Почему? Мы знаем одно. Но апостол Павел посвящает рабу целую главу. И он говорит, прими его, как мое сердце. Я хотел было при себе его удержать, чтобы он вместо тебя послужил мне, пока я в заключении за мою проповедь Евангелия. Но без твоего согласия я ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое не было таким вынужденным, а было добровольным. Ибо, может быть, он для того на время от тебя ушел, отлучился, чтобы тебе принять его навсегда уже впоследствии. И уже не как раба, но как, но выше раба, брата возлюбленного. Особенно мне, а тем больше тебе по плоти в Господе. Апостол Павел дальше нажимает на такие категории. Итак, если ты имеешь общение со мной, если ты со мной вообще разговариваешь, вот если ты хочешь со мной разговаривать, да, по телефону хочешь со мной, ты со мной разговариваешь, то прими его, как меня. Дальше, если... Анисим, оказывается, еще денег должен ему был. Если он чем тебя обиден или должен денег, читай на мне. Дальше апостол Павел подумал, надо усилить. Он говорит, я, Павел, написал рукою моею, подчеркнул так это, я заплачу. Серьезные слова, правда? С Анисимом заплачу. Дальше идет. Не говорю тебе о том, что и ты самим собою, ты мне должен. Ты не забыл? Не забывай, Филя, ты мне должен денежек. И дальше он говорит, так, брат, давай, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце. Надеюсь, уже, знаешь, уже все, ну уже понятно. Я бы уже на месте Филимона, уже бы упал и сказал, Анисим, милый, иди сюда. Он говорит, надеюсь, он знал Филимона, на твое послушание. Я написал тебе, зная, что ты сделаешь и больше, нежели говорю тебе сейчас. Анисим. Что за человек такой Анисим? Что его апостол Павел целое послание про него написал. Мы знаем, что он был бесполезный. Давайте скажем, бесполезный. Ни на что не годный. Он был такой бесполезный. Я сел и стал анализировать. Я думаю, интересно, много ли у нас, часто ли у нас в жизни бывают бесполезные люди? Я залез в интернет и нашел такую фразу, что с первой минуты человек определяет, полезен он ему при встрече с кем-то или нет. С первой встречи сразу же понимает, будет дружить он с ним или нет. С первой минуты где-то он начинает, первые шесть минут вообще определяющие. Вообще будет ли он с ним разговаривать дальше или нет, а не встретиться дальше или нет. С первых шесть минут определяет. В одном университете в Америке провели эксперимент. Студентов разбили по парам. Ну, мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. И дали им шесть минут провести разговор. Просто поговорить ни о чем. Через шесть минут у них взяли анкеты и сняли данные сопоставлять. Хотели бы вы с ним дружить, хотели бы вы с ним общаться. Дан-дан-дан-дан. Они составили все, сдали. Через год этих студентов вызвали снова. И стали спрашивать, как ваши отношения. И оказалось, что за те шесть минут, которые они общались и потом заполнили свое отношение к человеку, они определили его, сразу же классифицировали. Сразу же. И у многих людей, которые сказали, я хотел бы с ним общаться, он мне симпатичен, и я думаю, что это хороший человек, то они дружили потом весь год. Те люди, которые сказали, а он не очень классный, он такой чудо, он бесполезный, навсегда остались бесполезными для них. Они не соприкасались больше. Даже когда видели друг друга, они раз и проходили мимо. У каждого из нас есть такие полочки, куда мы расставляем людей. Мы ставим кого-то в какую-то категорию. Полезен, бесполезен. Поможет, не поможет. Или, ну, короче, Анисим он или не Анисим? У Филимона был некто Анисим, бесполезное существо. Существо, с которым невозможно было ничего сварганить. Когда он смотрел на Анисим, Анисим, опять ты, уйди отсюда. Вот такое отношение. От него толку не было никакого. Вы улавливаете, о чем я говорю? Когда вы видите какого-то человека, вы понимаете, насколько он тебе будет полезен в жизни, в служении, в хождении, насколько он будет близок к тебе. Часто мы встречаем этих Анисимов, и они больше всего нам создают проблемы. А где-то психология говорит, что человек пытается скрыться от Анисимов. Мы пытаемся уйти от бесполезных людей, и те, которые нам могут чем-то помочь, мы всегда рядом, ай, здравствуй, как дела? Как только мы видим Анисима, здравствуй, здравствуй, как все, все хорошо? Ну, хорошо, ладно. Ничего, ну ладно, ничего, ничего. Ничего, иди отсюда. Полезен, бесполезен. Апостол Павел говорит, Анисим был для тебя бесполезным, негодным. Я сел и подумал, если бы мне апостол Павел писал, Максим, есть у тебя один Анисим. Я бы сказал, апостол Павел, у меня не один Анисим. У меня много Анисимов. Но которые просто, они преследуют тебя. Где бы ты ни казался, идут за тобой, ты, Аллилуйя, да, да, да. Они все время идут, они все время и в хозяйстве не пригодятся. И, ну, ты понимаешь, что с ними общаться не будешь. И, ну, как бы хорошие люди, но Анисимы. Будь благословен, все хорошо. И вот есть какие-нибудь, знаешь, вот бывают такие бабушки, которые тебя постоянно преследуют. Куда бы ты ни пришел, она за тобой. И она ходит, и она громко говорит, Максим, иди сюда. И все смотрят, и ты, да, ты находишься в каком-то городе, в Днепропетровске. Эй, Максим, иди сюда, наконец-то. И ты думаешь, о боже. И если не пойдешь, значит, ты подлез. А пойдешь, тогда все, все, попал в капкан. И уже пытаешься так варьировать, так раз, 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 вот так уже, траекторию полета. А эта бабушка, она все время кричит, Максим, наконец-то я тебя встретила. Куда бы я ни приехал. Знаешь, вот эти Анисимов так много в нашей жизни. Мы пытаемся где-то от них уйти. Где-то не отвечать на их вопросы. Не отвечать на их имейлы. Не отвечать на их звонки. Звонит, ой, я занят, раз ты положишь. Это звонит Анисим. Всегда, когда ты не можешь взять трубку, у вас бывает такое? Или это только у меня бывает? Только у меня? Не врите, братья и сестры. Бывает, что ты бы трубку даже не хотел брать. Есть такое? Особенно, когда тебе кто-то денег занял, а тебе ничем расплатился, ты даже трубку брать не хочешь. Анисим звонит. Теперь он Анисим для тебя. Вот есть такая полка в нашем сознании Анисимы. Я бы сказал апостол Павел, извини. Таких Анисимов у нас так много. Их просто много. Мы часто сводим людей в этой категории. Ну, как бы он есть и хорошо. А что ему предложить? Молитесь за пастора. Аллилуйя. Молитесь. Жертвуйте. И когда я прочитал это местописание, меня очень сильно потрясло. Как апостол Павел, целое послание, целое послание дает бесполезному человеку. Он не говорит о церковных структурах. Он не говорит о том, как правильно в церкви жить, как уходи духовно. Он знаете, о чем говорит? Об Анисиме. Он тебе негоден. И так он прессует этого Филимона, что после вот этого послания, когда Филимон увидел Анисима, он бежал к нему навстречу и говорит, Анисим, дорогой, заходи. Все, садись. Анисим себя хорошо чувствовал. Я, прочитав это послание, где-то внутри себя понял, как опасно классифицировать людей, вводить их в какую-то категорию бесполезных. Субтитры создавал DimaTorzok